Здравствуйте, товарищи! Сегодня по многочисленным заявкам рассказ о том, каким образом крепить Мауэрлаб кладки. Почему-то эта тема взволновала подписчиков, и я получил за последнее время сразу несколько вопросов однотипных, заданных разными словами. Итак, что сегодня будем рассматривать? Значит, в первую очередь, суть задачи, что, собственно, решаем. Для того, чтобы ее раскрыть, понимаем, с чем боремся. Ну, любое строительное мероприятие – это противодействие каким-то воздействиям, нагрузкам и прочим. Вот, значит, посмотрим, с чем мы работаем в данном случае. Третья тема – способы крепления в зависимости от задач. Ну, то есть, сначала мы разбираем задачи, потом обсуждаем способы, как эти задачи решить с наименьшими, с рациональными затратами. Применимость крепежа и резюме. Ну, и теперь, значит, вводный текст красным выделен. Хочу донести мысль базовую. Деревянные конструкции крыши опираются на каменную кладку через лежень. Он же называется немецким словом «маверлат», то есть «стеновой лежень». Это бревно, брус или доска, служащие монтажной прокладкой между каменными конструкциями и деревянными. Вот у нас есть стропила. И стропила прямо врубать в кладку, но не технологично. Технологично их крепить к какой-то деревяшке, а эту деревяшку, в свою очередь, опереть на стену. Поэтому посмотрим дальше. Чему сопротивляется крыша в процессе эксплуатации? Ну, в первую очередь, здесь речь идет, конечно, о скатных крышах, которые имеют карнизные выносы, как правило, опять же. Соответственно, ветровое давление создает комплекс аэродинамических сил, действующих на здании. Они с наветренной стороны, как правило, действуют на отрыв и сдвиг. Пытаются крышу как бы опрокинуть, завалить. С подветренной стороны чистый отрыв. То есть, там возникает зона разряжения, как в случае с авиационным крылом. Возникает подъемная сила, крышу стремится приподнять действием ветра. При некоторых направлениях ветра относительно ската, при некоторых углах ската, при некоторых формах крыши, эти силы могут достигать достаточно значительных величин. Как их определять? Значит, есть у нас расчетное ветровое давление, которое зависит, во-первых, от региона строительства, а во-вторых, от характеристики местности. То есть, есть у нас местности открытые побережья, морей, озер и водохранилищ, пустыни, степени, лесостепи, тундра. Короче, голая степь. Или голое море. Дальше. Есть городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрыты препятствиями, высотой более 10 метров. Тоже достаточно понятно и логично. И есть городские районы с плотной застройкой, с зданиями высотой более 25 метров. Там наименьшая ветровая нагрузка. Наименьшее расчетное ветровое давление. Соответственно, ветровое давление зависит от направления ветра, формы здания и места элемента на крыше. Вот эти схемки из свода правил нагрузки и воздействия, я думаю, что есть смысл не рассматривать подробно сегодня, а изучить самостоятельно, в случае, если вы таки от общих рассуждений перейдете к расчетам. На что хочу обратить внимание. При малых углах наклона, 15 градусов, вот у нас, зона расположенная, то есть задний подветренный скат, у него отрицательное давление равно единице. То есть, какой у нас идет ветровой напор, с той же силой работает ветровой отсос, отрыв. И вот, собственно, для сопротивления, в первую очередь, этим отрывным силам, нам и нужно крепить крышу к стене. Во вторую очередь, для того, чтобы крышу не сдвинуло прямым напором. Вот два основных воздействия, которым нужно сопротивляться. Ну, воздействие одно, а сопротивляться надо, значит, разными способами. Всего три базовых схемы, три базовых способа крепления Мауэрлата к стене. Во-первых, первая база. Крепим стропила к кладке или к перекрытию, а не Мауэрлат. Мауэрлат просто лежит. Ну, может, какими-то монтажными опорками. Монтажным крепежом прихвачено. Основное силовое, это вот у нас, ну, в данном случае проволочные скрутки, показаны на правой картинке. Соответственно, второй вариант. Крепим к кладке лежень. То есть, либо через монолитный элемент, либо непосредственно к кладке. И третий вариант, американский. Из самых ветреных, торнадоопасных штатов. Там крепят крышу непосредственно к фундаменту. На стены не надеются. Есть набор красивых картинок. Я сети понадёргал. Покажу сначала красивые картинки, а потом покажу историю развития картинок и, соответственно, текущие свои рекомендации. Значит, смотрим, какие способы закрепить брус стеновой к кладке. Здесь нам показывают художники два варианта. Либо мы выполняем монолитный железобетонный пояс. Пояс во многих случаях нужен не для того, чтобы крышу крепить. Он просто нужен конструктивно обвязать кладку поверху. Сопротивляться небольшим случайным распорам. Ещё каким-то... Чтобы был. И, собственно, в эстонах у нас конструктивно прописано, что поверху каждого строения, под крышу, конструктивно назначается обвязочный пояс. Во многих случаях этим поясом может служить сам Мауэрла. То есть деревянная рама. Это и есть растягиваемый элемент, если она достаточно надёжно закреплена к кладке. Но в некоторых случаях этого недостаточно, и технологичней, и надёжней будет исполнить железобетонный обвязочный пояс. Здесь смотрим. Либо мы крепим шпильками, стяжками к поясу железобетонному, либо напрямую в кладку. Красивые картинки, верные по существу. Ну, мне здесь уголки не нравятся, как изображены. Другой вариант. Лежень крепится к ЖБ поясу или непосредственно к кладке проволочной скруткой. Ну, достаточно тоже наглядно. Да, вот у нас лежит лежень, и вот он прикручен скруткой к кладке. Способ, ну, скажем так, старый, несовременный. Я не видел его использований, наверное, ну, очень давно, только в зданиях каких-то, вот буквально ещё в послевоенных, такие элементы встречались, потом ушли. В связи с исчезновением технологичности такого способа. Когда уходят мастера-носители определённой традиции, им на смену приходят вместе с новым поколением новые традиции исполнительские. Вот эти традиции ушли, я так понимаю, в 50-е и 60-е. В основном. Вот из книжки конца 80-х годов. Это Лензнеп, каталог технических решений, малоэтажные дома из ячеистых бетонов. И там показано, да, что мы, значит, в Маур-Латвизе небольшой, ну, это брусок, скорее, чем брус, максимум 100 на 100 показан. К нему стропила, и стропила проволочной скруткой закреплены либо к плите перекрытия железобетонной, либо к деревянной балке перекрытия. Предполагается, что этого достаточно. Обосную потом, почему. Другой вариант крепления. Полоса стальная. Здесь 20 на 3 мм, вот эта вот красивая полосочка. Так, убежали. Вот, 20 на 3 мм крепится гвоздями к газобетону, прибивается, благо прибить несложно. И тоже получается, что мы имеем достаточно надежное крепление. Сейчас, опять же, в конце обосную, почему это достаточно. Дальше вариант. Соединенные Штаты. Ну, это Аэркон, производитель газобетона американский, пока из действующих, по-моему, чуть не единственный. Но сейчас строится много новых заводов одновременно, которые возьмут на вооружение эти технические решения, позаимствованные, в свою очередь, из западноевропейской практики, привитые на американскую Ниву, ну, специалистами, да. Там Аризонский университет, в первую очередь, этим занят. Так, значит, южные смерчевые штаты, в них строительные нормы предписывают крепить крышу непосредственно к фундаменту. И вот как это реализовано в случае с газобетоном. Отдельный узел из альбома технических решений. Насквозь просверлена стена, ну, из сверленных блоков выполняется. В фундамент замоноличен анкер с резьбовым соединением. Дальше мы наворачиваем на него резьбовую шпильку, которая будет служить. Ну, и там же сказано, что вместо резьбовой шпильки можно брать просто арматуру и замоноличивать ее в фундаменте. Ну вот, и дальше крепим в обвязочном железобетонном поясе. Анкерим эту сплошную стяжку. То есть, американцы в своих торнадоопасных штатах, зная, какие там бывают ветровые отрывные нагрузки, полагают, что рассчитывать на сопротивление кладки растяжению по неперевязанному сечению, то есть вот такому вот, снизу вверх, противодействующему силе тяжести, что рассчитывать на это нельзя, что кладка не выдержит и надо крепить крышу сразу к фундаменту. Ну, пусть, пусть. Я не готов оспаривать североамериканский степной опыт. Теперь, перед тем, как перейти к заключению, маленькая рекламная ставка. Значит, у нас можно купить готовый проект и заказать разработку индивидуального проекта. С заявками добро пожаловать на почту. Можно приобрести для тех, кто будет строить сам, или будет сам выполнять функции технадзора, или там генподрядчика, курс «Дом из газобетона с рациональной экономией». Вот по ссылке, пожалуйста. Если вы приобрели у нас проект, мы помогаем подобрать подрядчика для строительства, и в случае чего обеспечить надзор. Ну, в первую очередь для Москвы и Петербурга, но география, возможно, шире. И для тех, опять же, кто строит по нашим проектам, возможны скидки на основные материалы. Опять же, в первую очередь Москва и Питер. Ну, и теперь о применимости решений. Вот я решил, значит, не вычерчивать, а нарисовать от руки. Картинка, мне кажется, достаточно наглядна. Сейчас поясню. Здесь показаны два способа закрепить на ОРЛАК непосредственно к кладке. Значит, верхний способ. Мы опираем брус прямо на газобетон и крепим к плите перекрытия скруткой. Шаг метр полтора. Какие расчетные сопротивления будут у такого способа крепления? Все достаточно просто. Крепим скруткой из ВР 4 мм. Значит, на растяжение один стержень дает нам, ну, грубо, 200 кг. Чуть больше, но возьмем, что из-за перегибов будет 200. Значит, скрутка в один слой 200 кг на отрыв. Скрутка в две нитки проволоки, в две петли, 400 кг, в три петли 600 кг. Вот примерно так можно определить расчетное сопротивление этого узла отрыву. Другой вариант мы крепим гвоздем, вкладку. Ну, в случае с газобетоном, это должен быть дюбель. Вот дюбель у меня нарисован в нижнем левом углу, и я забыл взять его сейчас с собой, поэтому я его вам пальцами не покажу. Но это обычные дюбеля с крылышками, имеющими опорную площадь. Ну, наверное, диаметр около 20 мм наружный вот этих перьев. Поэтому его сопротивление срезу будет в B2 примерно 150-180 кг. Соответственно, дюбели, если брать с большей глубиной заделки или ставить их большее количество, мы получим там расчетное сопротивление от 100-400 кг. Это на срез гвоздя скрутка из проволоки остается с той же несущей способностью. А если мы берем полосу стальную 20 на 3 мм, она дает нам на разрыв почти тонну. Что тоже, в общем-то, неплохо. Вот, то есть, примерно понятно. Мы можем от 200 кг до тонны набрать достаточно простыми решениями расчетное сопротивление узла, отрыву. Крепим непосредственно к кладке. Либо у нас залит железобетонный пояс по верхнему обрезу кладки, либо у нас шпилька. Давайте посмотрим, как сопротивляются эти узлы. Значит, шпилька диаметром 8 мм. Чтобы разорвать ее, нужно приложить примерно одну тонну. Для того, чтобы продернуть эту шпильку в газобетоне, нам нужно приложить усилие. Сейчас оценим. Значит, площадь будет, ну, возьмем 25 мм диаметр. Значит, длина окружности около 50, пусть, миллиметров. Хотя больше. 80. Значит, 0,8 на 0,5 метра. Так, арифметика очень быстро не выходит, но мы должны получить примерно ту же самую тонну, поскольку я это предварительно оценивал. Расчетное сопротивление срезу раствора 0,12 мегапаскалей. Если берем клей, то 0,3 мегапаскаля. Вот, исходя из этих цифр, получаем расчетное сопротивление выдергиванию шпильки. Ну, а расчетное сопротивление самой шпильки понятно. Значит, отрыв пояса. Периметр пояса. Ну, возьмем вообще только дно. Не будем брать полный периметр. Там у нас пенопласт с одной стороны показан, с другой стороны, допустим, еще какие-то минусы. Берем только дно. Все остальное в запас пойдет. Значит, чтобы оторвать железобетонный пояс от кладки, сопротивление берем расчетное, такое же, как у кладки по неперевязанному сечению 0,08 мегапаскаля. И получаем, что у нас дно на погонный метр дает нам 1500 квадратных сантиметров. То есть, 1 и 2 тонны дает нам каждый метр отрыва этой конструкции от кладки. Все. То есть, за счет адгезии бетона к газобетону мы получаем, что железобетонное ядро обвязочного пояса надежно закреплено к кладке. Либо шпильки, шпильки... А, кстати, вот, вспомнил, почему продергивание не волнует нас в случае с креплением к шпильке. Вот, шпильки забиваются под углом к действию силы тяжести, под разными углами. И в результате мы получаем, что шпилька не может вытянуться из газобетона, она должна его только раскалывать. Расковывать она его, опять же, не сможет. И в результате остается просто прочность арматуры в качестве действующего актора основного. Ну и вот американский вариант. Прочность крепления. Если из восьмерки берем, то это примерно, там, ну, в пределах полутора тонн. И если резьбовое соединение М8, то расчетное срез болтового соединения 1100 килограмм. Все. То есть, собственно, американское крепление не более надежно, чем наше. Ну, практически. По сути, нельзя сказать, что более надежно, чем просто закрепить к верхним двум рядам кладки или залить железобетонный пояс. И у них, насколько я понимаю, нормы эти достаточно жесткие взялись просто из каркасников, которые вот в целом сами каркасники там говоздями нет возможности так надежно закрепить и к фундаменту, и к крышу, к каркасу, чтобы обеспечить отрыв ветра. В случае с газобетоном, ну, с любой каменной стеной задачи решаются проще. И в каменных стенах можно было бы норму крепления к фундаменту и отменить. Соответственно, в России мы можем применять любые из записанных способов, но рациональные вот первые два. Вот эти, собственно, основные, наверное, сейчас применяются. С круткой прикручивать стропилу тоже как-то несовременно. Основное, значит, крепим либо глухарями прямо в вкладку, либо обвязочный пояс, если он нам по каким-то причинам нужен, и мы его устраиваем, обычно мы его устраиваем, то крепим к нему либо шпильками, либо дюбелями в него. На этом, собственно, связанный рассказ закончен. Резюме. Крышу нужно крепить к стенам. Там адгезия, нагили, дюбели, скрутки, то есть либо механический, либо химический крепеж, но закрепить следует. Если нет распора и нет необходимости в обвязочном поясе, крепить мой урлат можно глухарями, шпильками прямо в вкладку. Это вполне надежное, достаточное решение. И в этом случае, если у нас верхний обрез вкладки горизонтальный, то есть если крыша четырехскатная, нет фронтонов, то мы плоскую деревянную раму саму можем считать достаточно надежным обвязочным поясом, закрепляя ее дюбелями в вкладку. Три. Существует два основных способа крепления и один американский. Нам не нужны, значит, основные способы. Стропила крепится к кладке перекрытия, у мой урлат просто лежит, и мой урлат крепится к кладке перекрытия, либо крепится к кладке или к обвязочному поясу. А, кстати, хочу что сказать. Если мы опираем лежень на железобетонный пояс обвязочный, вот этот узелок, вот сюда, то нужна гидроизоляционная прокладка между бетоном тяжелым и деревом. Если мы крепим таким образом, дерево укладываем прямо на газобетон, гидроизоляционная прокладка становится не нужна. Для этого нужно разблокировать устройство. Говорящие телефоны, да? Так, и гидроизоляция между газобетоном и деревом не нужна, между бетоном и деревом нужна. И, соответственно, замкнутый в раму урлат сам может являться обвязочным поясом. Все, на этом все отрезюмировали, тему раскрыл. Если есть дополнительные вопросы, добро пожаловать, задавайте. Все, спасибо за внимание, всего хорошего.